Ну, я вас немного представлю. Вы основатель Башкирского национального политического центра. Также вы очень известны в России и, я думаю, уже и за пределами России, как один из основателей центра Башкорт, который в России признали, в конце концов, экстремистским. И в результате вам пришлось уехать из страны. С ноября или с декабря прошлого года вы находитесь в Литве. Правильно? Ну, да, только немножко поправка. Там не центр Башкорта, а организация Башкорта. Вы очень опытные с точки зрения организации национальных движений, потому что Башкорта – это было достаточно сильное движение с большим количеством участников. Ваши группы собирали в социальных сетях до 60 тысяч, насколько я знаю. Что у вас было около тысячи активных членов. Как сложилась ситуация с объявлением Башкорта экстремистской организации, что, в принципе, не новость. И Навального обвинили в экстремизме, и кого только не обвиняли. Это норма в России сейчас. Как сложилась судьба тех, кто организовывал Башкорта после объявления ее экстремистской организации? До этого была организация «Кукбуре», такая, переводится «Небесный волк». Тоже по шпицам национальной организации. И вот мы оттуда, скажем так, ушли, откололись. Часть активистов. И вот именно те, кто вышли из «Кукбуры», они стали ядром новой организации. То есть нас там было несколько человек. Поэтому я говорю всегда, что один из основателей. Вот это будет правильно, что один из основателей организации «Башкорта». теперь, что касается тех, кто... Ну, организацию признали экстремистской, и вот вы говорите, что с другими, да? То есть, да? Насколько я знаю, четверо были именно прям приговорены каким-то сроком, понесли какие-то, ну, вот именно уголовные наказания, нет? Нет, они еще не приговорены. Суд еще идет. Там очень долгий процесс. Там уже почти, по-моему, два или три года он идет. А домашний арест – это не на время следствия, да? Это да, да. Это на время следствия. Не домашний арест. Они почти год сидели в тюрьме. Потом их перевели под домашний арест. А так вот, как бы, ну, судьба остальных членов организации «Башкорта», ну, живут, живут пока, как бы. Ну, сейчас в основном они просто не лезут в политику, потому что, ну, все под очень таким сильным присмотром, надзором и любое действие, как бы, даже, как нам объясняли, что даже вот бывшие члены, мы все друзья, да? То есть, сколько лет вместе, если мы можем даже собраться где-нибудь в кафе, посидеть, чай попить, это, как бы, нормально. Но если мы там начнем говорить о каких-то политических темах, это уже могут, как бы, пришить то, что, якобы, вот, организация «Башкорта» продолжает свою политическую деятельность. Так что, ну, в общем, вот так ребята понимают просто, что Дамоклов меч постоянно висит над ними. Но башкир и просто такой народ, что он очень любит свою родину. И стараются вообще максимально оставаться на родине, даже при каких-то там предстоящих угрозах. Ну, это, Ян, может, один из тех, кто так уехал, да? Вот, а так, в основном, все, как бы, на родине, несмотря ни на что. Чтобы немножко объяснить, насколько там серьезные потенциальные обвинения, поправьте меня, если я не права, статья за продолжение экстремистской деятельности, это потом после запрета, да, этой организации, до 12 лет лишения свободы, да? Ну, я точно сейчас не могу сказать, но, ну да, достаточно серьезно. Я абсолютно могу понять, почему остальные члены этой организации сейчас не могут вести какую-то активную политическую деятельность, и я абсолютно могу понять, почему вы решили уехать и продолжать ее. Вы находитесь в Литве, и вам уже одобрили политическое убежище, правильно? Да. Как сейчас, получается ли, наладить какие-то, ну, вот какое-то структурное движение, и ваша конечная цель – это независимость Башкирии, правильно? Изначально вообще страны были не такие. Изначально у нас есть такой, один из лидеров Башкирского национального движения, Айрат Дельмухаметов. Сейчас он тоже сидит, ему дали 9 лет строгого режима. Вот. У него был такой проект под названием «Четвертая республика». То есть он вообще, ну, на него там очень много статей повесили. Основная его цель была – это переформатировать федеративные государства наши на новых федеративных договорах, когда все субъекты федерации, национальные республики, регионы заключают между собой договора, исключая Москву. Если раньше мы в 92-м году подписывали федеративный договор, все субъекты ехали в Москву и заключали договор с центром. Айрат Дельмухаметов предлагал, чтобы мы подписали договор между собой, то есть договорились между собой, потому что мы всегда можем договориться друг с другом без этой прокладки под названием «Москва». Ему за это дали 9 лет. И я, когда уехал, я продолжил этот, скажем, его вот этот проект. Именно хотел то же самое, да, переформатировать федерацию, это предлагало, то есть у нас проект Башкирского национального политического центра именно в этом заключался. Но после того, как началась война 24 февраля, мы пересмотрели свои взгляды, поняли, что с этим государством нам уже не по пути. Это государство, это агрессор, это государство, которое отправляет на сегодняшний день моих земляков, мой народ убивать украинцев. В то же время и они умирают, и украинцы умирают. Идет геноцид одновременно двух народов, и украинцев, да, и моего народа. Соответственно, с этим государством нам не по пути, и мы решили делать уже как бы более радикальную такую цель, как независимость. Что касается независимости, Эчкерия уже подала, и ее документы были одобрены Верховной Радой, то есть Верховная Рада признала Эчкерию оккупированной территорией. Оккупированной, да. Татарстан сейчас подал документы Верховной Радой, то же самое о признании оккупированными территориями. Нет, он уже подал документы о признании независимости. То есть отдельным субъектом международного права. Да, все правильно. Башкортостан собирается делать то же самое? Мы уже сделали. Башкортостан национальный политический центр обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, чтобы Верховная Рада рассмотрела тоже возможность признания Республики Башкортостан оккупированной территорией. Предположительно, что Верховная Рада одобрит. Какие дальнейшие действия? Вот что это дает, признание оккупированной территории? Вы знаете, как бы на самом деле, конечно, это мало что дает, но дает какую-то легитимность. Дает легитимность со стороны независимого государства. Вполне возможно, вслед за ней мы надеемся и будем обращаться также к другим государствам, которые, возможно, вслед за ней тоже нас признают. Оккупированные территории, такие как, допустим, Балтийские страны, Польша, Чехия, которые наиболее, скажем так, радикально относятся к России. Но, как правило, так как наша на сегодняшний день Республика Башкорстан действительно оккупирована, то есть путинской властью, ее ставленниками, коллаборантами вот этими в лице Хабирова и его командой, то, как таково, она, конечно, сразу независимость, ничего это не получится, не будет независимости. Независимость придется добывать кровью, наверное, скорее всего, через оружие, через пролитие крови. Я надеюсь, что это, конечно, произойдет малой кровью, а вообще, возможно, будет и без крови. Но опыт показывает, что те государства, которым досталась независимость без крови, они, как правило, не ценят свою независимость и очень быстро ее теряют. Теряет, имеется в виду народ, теряет вот этот вот вкус свободы, да, посмотрите на Белоруссию, что там сегодня сделать там, посмотрите на все среднеазиатские страны на сегодняшний день, там Казахстан, наверное, это среди всех, это островок свободы такой, который, для которых, которые, скажем, для Балтийских республик, Литвы, Латвии, Эстонии, кажется, это диктатура. То есть, вот, ну, самый крайний, наверное, это там, да, Туркменистан. То есть, все вот эти страны, которые действительно не ценят свою свободу и ее народ готов, скажем, передавать власти тиранам, каким-то диктаторам, авторитарным. И вот мы не хотим этого. Руслан, правильно понимаешь, что признание оккупированной территории это как признание колонии, что Россия ведет имперскую политику и Башкортостан, как и другие регионы, которые сейчас готовят те же самые документы, что уже сделали вы, признаются, официально признаются колониями. Ну, тут как бы можно формулировать по-разному, можно, скажем, даже формулировать и так, что это в свое время было независимое государство, которое было оккупировано российскими властями, вот, завоевано, все свободы были подавлены, и на сегодняшний день она пребывает в таком состоянии. Как только власть путинская, этот режим рухнет, мы автоматически становимся независимым государством. Почему мы автоматически становимся независимым государством? Потому что мы в свое время, в 92-м году, мы провели уже референдум, в первом году, да, то есть мы провели референдум, где большинство высказало за суверенитет, а суверенитет это независимость. поэтому мы уже как бы являемся. Как-то первым вы провели референдум, где большинство высказалось за независимость. В 92-м Башкортостан все-таки писал договор, да? Да, он подписал договор, этот договор был подписан на 10 лет, через 10 лет нам его не продлили, получается автоматически у нас расторгаются все договорные отношения, и мы являемся таким же, скажем, независимым субъектом. Сейчас мы в России обсуждаем о том, что, ну, как ситуация в России складывается, я имею в виду в центре, да, российском, в Москве. Наверное, это очень сильно повлияет на то, как случится ситуация в регионах, и наращивание власти, там, Пригожин, Кадыров, ну, вот таких вот группировок. На случай таких вот экстремальных ситуаций ищите ли вы какие-то международные сообщества, которые могут поддержать, предоставить какую-то безопасность экономически, военно, ну, какую-то защиту предоставить регионам, которые хотят отделиться от России? Ну, во-первых, я уверен практически на 99%, что будет гражданская война, потому что как бы все идет к тому, что действительно очень сильные противоречия в обществе, в обществе, очень много имперцев, которые попытаются, скажем, устроить реваншистские настроения и вернуть вот эту вот Россию, империю, да, обратно. Вот, мы надеемся на наших тюркских братьев, на мусульманских братьев, да, все-таки на Казахстан в первую очередь, это наши ментально близкие народ к нам, вот, на Турцию, естественно, ну, и вообще на Запад, конечно, будем надеяться, но я еще раз повторяю, что можно надеяться хоть на кого и какую-то помощь возможную будут оказывать, но никто не будет вводить, я так думаю, что, ну, это очень маленький шанс, что это будет как в 17-м году интервенция там, да, и какие-то страны будут вводить свои войска, скорее всего, нет, и нам придется самим добывать, отстаивать свою свободу, поэтому, в первую очередь, надо надеяться на себя, и надо напомнить, что сильные страны помогают, любят помогать сильным людям, сильным субъектам, да, Украина это прекрасно показала, действительно, то есть, начали помогать после того, как они начали оказывать сопротивление, если бы они сдались в течение там 3-4 дней, но я думаю, что на Путина наложили бы какие-то санкции, но закрыли бы и все, я тебе закончил бы как с Крымом. В первую очередь на себя поняла. Руслан, тогда подскажите мне, вот смотрите, Башкортостан, достаточно там большой, крупный регион, 4 миллиона населения, из них 35% башкиры, ну и какая-то работа давно велась в регионе, да, по формированию национального духа, интересов, политики и так далее. Как насчет других маленьких регионов суметь отстоять, суметь не пасть под нажимом, если больше расчет на внутренние силы, нежели там на внешнюю международную поддержку? Понял, прекрасно, я просто вас поправлю, что башкиры все-таки не 35%, а 29% по пересечке 2009 года. Понял вас. Поэтому мы, хоть и Башкортостан и является республикой, где башкиры реализовали свое право на самоопределение, да, вот, как народ. Но у нас многонациональный регион, где проживают три крупных этноса, такие как башкиры, русские и татары, примерно, да, одинаковое количество по процентам. Также очень много проживают там около 100 тысяч чуваший, около 100 тысяч марийцев, ну и другие народы. У нас многонациональная республика, и, естественно, никакого, знаете, какой-то сверхэлиты в виде башкир такого не может быть. Ну это какой-то очередной апартеид, там, да, нам не нужен. Вот, как был в ЮАР, там, или где. Мы поэтому строим, наш башкирский национальный политический центр строит такой проект, как башкирская политическая нация, куда будут входить все народы, проживающие на территории республики Башкортостан, которые считают республику своей родиной, которые собираются с ней связывать свою судьбу, судьбу своих детей, внуков и так далее, потомков своих. Вот. Вместе из них будем формировать политическую нацию, и я думаю, что в случае угрозы они все будут поднимать, как бы поднимут оружие на защиту, станут на защиту своей республики, своей родины. Я считаю, что надо сделать то же самое и калмыкам, и бурятам, и другим малочистым народам, у которых не так много. Вот. Потому что в одиночку выстоять невозможно. Мало того, что будут какие-то внешние силы, да, в виде там, ну, как-то называли прибоженских, да, бандоформирований, но еще если как бы проводить моноэтическую политику, да, возвышая свою, скажем, нацию над другими, которые присутствуют в этой республике, вы получите врагов еще внутренних. Внутренних врагов, у вас там раскол, гражданская война, хаос и так далее. Это никому не надо. Поэтому лучше какими-то своими, наверное, полномочиями поделиться с другими народами. Я вот всегда такой пример даю, что, допустим, вот как я объяснил, да, у нас мы национальный регион, и у каждого этого народа есть свой своя республика, где они реализовали свое право на самоопределение. Допустим, татары. Если татарину в нашей республике станет как-то некомфортно жить, но не понравится, он всегда может уехать в свою республику Татарстан, и он будет себя чувствовать там комфортно, он будет находиться в своей среде. Там татарская музыка, татарская речь, школы там и так далее. Включил телевизор, все на татарском. Русский может уехать в Рязань, в Калугу, куда-то еще, да, и там же себя будет чувствовать комфортно. Башкиру ехать некуда. У башкиры только вот эта республика, больше негде, чтобы где бы они смогли бы реализовать свое право, свой язык, изучать, сохранить свой язык, свои традиции, свою культуру. Только это. Поэтому другие народы это должны понимать и признать. Если это произойдет, то я думаю, что можно жить вполне нормально и любому дать отпор. для формирования политической нации, на мой взгляд, как человека, который имеет отношение к журналистике, к медиа, что нужно очень много какой-то именно внутренней работы, очень много разговоров, очень много поддержки культуры, очень много какой-то коммуникации, чтобы сформировалась вот эта самая политическая нация. Насколько это у вас удается делать в Башкортостане? Что делать тем регионам, которые только становятся на этот путь? В первую очередь исключить такие формулировки, которые возвышают твою нацию над другими, которые принижают другие нации в первую очередь. Во-вторых, искать какие-то объединяющие моменты. Допустим, вот у нас русские, они все практически едят конину. Конскую колбасу, мы башкиры едим конину, у нас козы, конская колбаса, все едят кумыс, все пьют практически русские, любят его. То есть это уже интеграция в башкирскую культуру, и они ее прекрасно уважают, любят курай, музыка, наш музыкальный духовный инструмент. Это наши башкирские русские. То есть как бы, да, и вот эта политика, когда, скажем, есть что-то хорошее, объединяющее, она приводит вот именно к формированию, когда они чувствуют себя как дома, чувствуют, что это их дом, принадлежность к этой политической нации, да, чувствуют. И второй фактор, очень, ничто так не объединяет, как внешняя угроза. То есть еще быстрее произойдет объединение политической нации, когда будет какая-то внешняя угроза. Если начнутся какая-то смута, начнутся какие-то вооруженные, еще раз говорю, формирования, там, Пригожин попытается вернуть, построить вновь эту Россию, все начинающие отделяться регионы, там, попытаются вернуть силы. Естественно, это вот как раз тот момент, когда нужно объединяться всем и защищать свою республику. Сейчас все прекрасно понимают, я думаю, что далеко люди не глупы и прекрасно понимают, что жить в этой стране, когда у тебя забирают все, это очень, никакого не имеет смысла жить в такой стране. Нет никакого будущего ни у тебя, ни у твоих детей. Зачем жить в той стране, у которого нет будущего? Поэтому, возможно, первые 10 лет там будет сложно. Литва, где я сейчас нахожусь, допустим, вообще были в блокаде. Они вообще были в блокаде, Россия их блокировала. газ там отключала, они говорят, мы всю зиму ходили, отопления не было, ходили дома, в шубах. То есть, пережили зиму, потом смогли, Европа их защитила и нормально. Поэтому, я думаю, что вот такие они сплочают. Насколько я знаю, что практически все представители, кто представлен в Лиге Свободных Наций, говорят о том, что мы получим суверенитет без проведения референдумов. Потому что мы провели референдумы уже. Зачем еще раз дополнительно проводить референдумы? Мы уже в 90-х годах провели референдумы, где уже как бы есть результаты. Два раза объявлять о независимости мы не видим смысла. Если нас та политическая власть уже обманула после того, как мы провели референдумы и есть итоги этого референдума, это же не означает, что теперь мы из-за того, что нас обманули, у нас забрали все наши политические права, мы теперь еще раз должны доказывать, что мы хотим как бы стать независимыми. Нет. Мы как только получим вот это окно возможности откроется, мы сразу же воспользуемся нашим шансом. Три раза, три раза башкиры подписывали договор с этой империей. Три раза нас обманывали в одностороннем порядке. Зачем нам четвертый раз наступать на эти грабли? Ну, мы же не мазохисты. Когда вы говорите окно возможностей, вот что именно вы имеете в виду? Окончание войны, вот что именно? Падение режима, падение режима и децентрализация, безвластие. Ну, 17-й год, новый 17-й год. Или новый, там, 91-й год, когда вот я знаю, что... вот эта вот ситуация, ее может назвать окно возможностей, либо с другой стороны ее можно назвать такой очень драматической, тяжелой ситуацией, насколько оно все-таки состоится, либо, возможно, какой-то спокойный, умеренный, демократический путь. Либо это все будет вот через жертвы, через насилие, таким способом. Вот, как я уже сказал только недавно, да, что все-таки я практически на 90-е там с лишним процентов уверен, что будет гражданская война. Где-то сильнее, где-то слабее, но, скорее всего, почему? Потому что, сейчас повторюсь объяснить, к сожалению, мы сегодняшний, на сегодняшний день очень похожи на Германию, гитлеровскую Германию. Когда вот эта пропаганда, которая нам лилась десятилетиями там, в мозги наших граждан, она очень сильно поразила мозги вот этих наших граждан, сердца их, души, и они заражены вот этой имперской болезнью, вот этой ненавистью ко всем другим, пиндосы, американцы, украинцы, европейцы, гейропы и так далее, да, вот это вот, на слуху, то есть, как никогда градус ненависти очень повышен. И это так быстро не проходит. И, скорее всего, если, если только, я все-таки надеюсь, да, мы сейчас пытаемся донести до европейских политиков, вообще до политиков, цивилизованных стран, о том, что они, если они не хотят, как югославского сценария, да, такого вот хаоса, и неконтролируемого распада, когда там могут возникнуть там на территории построссии 30-40 каких-то серых государств по типу ДНР или ЛНР, они обязаны просто, скажем, взять под контроль вот эту вот построссию, возможно, сведением каких-то международных войск, там, да, вот только тогда, может быть, получится, чтобы все это произошло бесконфликтно, бескровно, максимально, скажем, то есть, насколько это возможно. Если они самоустранятся и скажут, ну, вы там порешайте между собой, а потом кто из вас там все-таки придет к власти, потом будем договариваться, тогда, да, тогда, наверное, будет война всех против всех. Ваши встречи в Вильнюсе, в Риме, это вот те самые попытки донести до международного сообщества, что, скорее всего, понадобится помощь и понадобится вмешательство? Да, и не только это, мы вообще как бы пытаемся донести до европейских политиков, вообще до европейских жителей о том, что мы есть. Понимаете, для них кажется, что вот Россия это одно, один народ. Мы отдельный народ со сформировавшейся культурой, традицией, историей. Если мы отдельный народ, у которого есть богатая история, культура богатая, почему мы должны ассимилироваться и позволять себя ассимилировать в чужой нам культуре, которая вообще для нас абсолютно чужая. Вот я сейчас смотрю на хакасов, смотрю на алтайцев, смотрю на карелов, которых 8% осталось в своей республике, или там 11% как хакасов. Они практически не разговаривают на своем родном языке. Но факт в том, что мы идем к пропасти, и если сто лет назад еще каждый башкир знал свой родной язык, то по переписи 2010 года одна треть башкир не считала башкирский язык своим родным языком. Одна треть. Допустим, у татар из 5-ти миллионного народа миллион не считает татарский язык своим родным. То есть, это огромная цифра, то есть, это на нации ассимилируется быстро, очень, мгновенный темп. Тем более, в такое живем время, когда глобализация идет бешенными шагами. Поэтому, вот я говорю, мы можем перейти вот в тот Рубикон, когда мы просто исчезнем. И вот этот вот момент, который нам сейчас дает судьба, мы обязаны просто его использовать для того, чтобы наши потомки потом нам сказали спасибо. Если мы это не сделаем, наши потомки нас могут осудить и сказать, почему вы сидели и боялись. Немножко о позитивном хочется. Как вы представляете, вы можете визуализировать и представить, если, например, условно, это случится очень скоро и Башкортостан получится суверенитет, какие ресурсы человеческие, природные вы считаете, что в Башкортостане имеются, чтобы там содержать это государство? Или нужна будет какая-то поддержка Российской Федерации для международного сообщества? Ну, начнем с того, что башкиры четвертой по численности народ в Российской Федерации. Миллион семьсот. Миллион семьсот общая численность, а в России миллион пятьсот, а в самом Башкортостане миллион двести. Практически, да, основная часть живет. Вот, поэтому у нас действительно есть своя элита, у нас есть свои ученые, у нас, в принципе, достаточно, ну, у нас, конечно, все плохо с языком, но по сравнению с нами, допустим, у калмыков или там у других народов, у которых там по двести тысяч, по пятьсот тысяч, у них еще хуже. Поэтому у нас хоть хотя бы, да, у нас есть еще школы, которые, пусть до девятого класса сейчас, но преподают на башкирском языке полностью все предметы. Вот. По поводу теперь экономики. Республика Башкорстан до, в девяностых годах и до конца практически двухтысячных был регионом-донором. Но пока все наши предприятия, а у нас крупнейшие предприятия есть, такие как Башнефть, там, Салаватнефтьверксинтез, нефтехимические огромные, там, самые крупные в Европе нефтехимические там предприятия, там, БСК Сода, Башмедь, там, УГМК, то есть это все вот эти вот предприятия, которые добывают и перерабатывают наши природные полезные ископаемые, медь, там, золото, там, нефть и так далее. Все эти предприятия на сегодняшний день просто у нас, почему мы стали регионом-рецепиентом, да, регионом, который, потому что наши градообразующие, республикообразующие предприятия все москвичи скупили, где-то силой заставили продать, вот как Башнефть, а постепенно-постепенно пришли к тому, что мы стали дотационным регионом, когда нам, у нас добывается огромное количество ресурсов, мы платим большие налоги, в Москву отправляем, отдаем, а нам выдают там столько, сколько посчитать нужно. Вот, у нас очень огромное количество природных ресурсов, у нас огромное количество предприятий, у нас хорошая, красивая природа, где можно туризм развить очень... В Бурятии, Якутии такие же ситуации, что огромное количество природных ресурсов, которые содержат чуть ли не всю страну, и при этом регионы дотационные и... Еще у нас, еще же, как бы, очень много зависит от того, что людской ресурс. У нас 4 миллиона жителей Республики Башкорстан, это много, в принципе, для... Нормально, то есть, да, чтобы можно было, допустим, вот я живу в Литве, там меньше, ну, там 3 миллиона сейчас, да, вот, и нормальная республика, как бы, развивается, все, у них вообще нет природных ресурсов. Но, естественно, мы, конечно, будем надеяться, что нам окажут помощь и европейские страны, западные, партнеры нашей, политики. Вот, потому что без их помощи тоже будет сложно скороподняться. Но так у нас есть все шансы стать нормальным и развивающим политическим государством. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok